Успей поставить лайк за 3 секунды и тогда ты будешь учиться только на отлично, считаю. Раз, два, три. Приветствую всех, ребятки, меня зовут Алексис, и мы сегодня продолжаем играть в очень крутые мобильные игрушечки. А начнём мы с игры Harvest.io. Давненько я не играл в эту замечательную игру и очень крутую игру. Это, ребятки, одна из моих самых любимых ИО игр. Ну реально, очень крутая. Я помню, когда ещё я играл на старом компьютере, эта игра у меня лагала. Но сейчас, когда я играю на своём новом компьютере, ребят, она настолько плавно двигается. Но я просто кайфую от этой вот игрушечки. Так, мы сейчас его съедим частично, этих вот людишек. Мы, кстати, сами находимся уже на первом месте. У нас название есть такое интересное, Player. Ну, нужно было переименовать его в Алексис, но ничего, будет значит такое. Вау, тут смотрите, сколько ещё всего. Тут можно, в принципе, прокачиваться за счёт полей. Либо же, ребятки, можно прокачиваться за счёт того, что мы подрезаем тут пацанчиков. Но у нас ещё целая минута, поэтому я думаю, что мы тут и поля с вами нормально, грубо говоря, соберём урожай отсюда. И ещё и пацанчиков этих подрезаем. Вот, например, вот этого вот. Хотя, это Софийка ушла от меня. Это, ребятки, скорее всего, онлайн-игра, потому что, ну, это всё-таки ИО-игра. То есть, ИО, это онлайн-игры. Ну, большинство ИО-игр, это онлайн-игры. Так, окей, мы вообще с вами самые жирные. Смотрите, 56% всей карты мы с вами съели. Ооо, я вижу здесь вот этот вот пацанчик на втором месте находится. И он, чего он хотел меня зажать, ребят? Ну, ничего, сейчас мы и всех зажмём просто вот так вот. Блин. Мы, кстати, в портике с вами не можем врезаться. Угу. Так, а я вот тут проеду. Блин, не, я бы там не проехал, ребят. Я бы там просто в себя бы врезался, и всё. Так, тут кто у нас? Этот вот джамстер, он, ребят, самый жёсткий такой пацан. Его надо слить сейчас вот обязательно, ребят. Обязательно мы его сейчас сольём с вами. Так, давай, 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 давай. Опа! Еее! Ха-ха! 9 секунд осталось. Я, конечно, не успею его съесть. И ещё Софийку, ребятки. Нужно её срочно подрезать. Давай, 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 давай. Подрезайся! Блин, нет. Софийка, к сожалению, выжила. Но мы всё равно с вами, ребятки, открыли себе следующую локацию. Смотрите, снежная прикольная локация, но мы в ней поиграем уже в другой раз. А сейчас мы с вами поиграем в игрушечку Harvest It. Ребят, это, кстати, тех же самых разработчиков, но только здесь мы играем за фермера, который косит поле. Этому фермеру, конечно, сложнее, ребят, косить поле, чем тому трактору. Да, трактор просто проехался и быстренько всё это собрал. А фермерочек, смотрите, как он впахивает. Бедняжка. Бедолажка. Но ничего, ничего. Сейчас мы уже будем полные, мы пойдём это всё выгрузим и купим себе, ну, наверное, какую-то новую косу, чтобы больше урона наносить, да? Так, всё отлично, мы полные, ребят. Вот, выгружать это всё нам нужно вот сюда вот. А, нет, погодите, погодите. Вот сюда вот выгружаем и у нас 436 монет. Вместительность прокачать? Нет, я не хочу вместительность прокачивать. Я хочу прокачать себе именно косу. Потому что, смотрите, она 4 раза, с 4 раз, она, грубо говоря, всё выкашивает. 3, 4, всё, есть. Ну, 3, 4, например, вот это был раз. Это, наверное, было 3. Это 4, 5, 6. А, ну, он просто, типа, самый крайний, смотрите, кромсает. Чувачок мощный, да? Очень мощный. Так, у нас уже, в принципе, хватит динжат для того, чтобы купить себе новую кирку. Но это, скорее всего, кирка, да? Ну, коса, коса. Это же не Майнкрафт. Раз, два, три, четыре. Ну, она, по идее, стала немного острее и вообще и лучше. А, лучше, наверное, заходить больше вглубь, ребят. Смотрите, видите, мы тогда больше объём захватываем, больше объём работы мы тогда выполняем с вами. И, кстати, здесь в этой вот игре сохраняется игровой процесс. Поэтому, если мы с вами остановимся на вот таком вот моменте, мы потом завтра, либо послезавтра, либо через неделю, когда я буду играть в эту вот игру снова, мы будем просто с вами продолжать. И всё. Сейчас ещё посмотрим, сколько денежек я зарабатываю за 120, грубо говоря, единиц этой вот пшеницы. Потому что я как-то не обращал внимания. Но считаем, что у нас 50 монет. Сейчас мы посчитаем, ребятки, сколько мы заработаем. Так, 400. Неплохо, неплохо мы зарабатываем. Ну, 350 мы зарабатываем, конечно. Так, тут какая-то ещё плюшка. Что это такое? А, это Кирочка, которую мы можем получить, если посмотрим ролик. Следующая крутая игра, это у нас А4 Головоломки. И почему здесь не сохраняется игровой процесс? Ну, я уже ранее проходил, наверное, миссии 7. Но мы сейчас быстренько их, ребятки, повторно пройдём. Кто из них самый маленький? Самый маленький из них здесь мышонок, конечно же. Так, ну это подсказки и всё такое. Да, смотрите, правильно. Отлично, поехали дальше. Кстати, здесь озвучка самого Влада А4, ребят, представляете? Так, у кого самые большие усы? У кота. Ребят, ну я хочу просто по-быстрому пройти тут эти вот первые миссии. Самые первые. Так, получаем ещё одну подсказочку. Мы можем их использовать потом в другой раз, когда мы что-то не будем знать. Так, куда указывает стрелка? Стрелка указывает вниз. Далее. Так, уравнять весы. Уравняли весы. Окейшки. Так, дальше найти грустного мальчика. Нашли грустного мальчика. И мы, по-моему, остановились вот на этом вот моменте. Так, что из них самое яркое? Самое яркое из них солнце, конечно же, ребятки. Самое яркое. Так, дальше. Так, какая планета находится дальше всего от нас? Дальше всего от нас находится вот эта вот планета. Да, я не знаю, если сейчас так и называется. Плутон, по-моему. Найди жёлтый листочек. Так, жёлтый листочек. Вот. Вот, нашёл. Так, вот он. Да ё-моё. Ну же. Так, это нужно убрать всё. Так, вот. Это жёлтый листочек. Так, всё, мы нашли его. И это вот сейчас, ребят, мы будем с вами уже выполнять эти миссии. Так, остаться здесь. Те миссии, которые я ещё не проходил. Сколько зайцев на полянке? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, давайте. А, стоп. Ребят, это же кенгуру, по-моему. Зайцев здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть зайцев, мне кажется, так, шесть. И вот так вот. Опа. Нет. Восемь. Сколько? Восемь, серьёзно? Ну, тут по-любому какой-то подвох, ребятки, есть. Обязательно. Есть какой-то здесь подвох. Можно как... А, мы ещё можем их перетаскивать. Смотрите, значит, их здесь десять. Так. А если десять мы введём вот так вот? Это верно будет? Так, стоп. Погодите, почему это неверно? Так, мы их больше не можем перетащить. Странно. Смотрите, ну, зайцы, наверное, вот эти вот, которые... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смотрите, считаем зайцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, давайте мы используем тогда подсказку нашу. Так. Либо можно просто промотать. Давайте мы тогда промотаем эту миссию. Так, найдите правильную тень. Правильная тень. Итак, а чем они отличаются, эти тени? Волосами. Вот, смотрите, у него три волоса. Значит, четвёрка уже не подходит. Дальше здесь вот бровя, бровя, потом нос какой у него. Тут какой-то нос слишком неправильный. Я думаю, что это вот эта вот тень. Так, а можно его как-то перетащить? Так. А, просто нужно указать цифру, да? Единичка. Да ладно, неверно? А чё, двойка? Так, стоп, погодите. Серьёзно, двойка? Давайте введём двойку. Нет, двойка точно не подходит. Я думаю, что это тройка, ребятки. Это явно тройка. Так, и... Да льё моё. А чё, ноль? Погодите. Чё, серьёзно, ноль? Так, ну давайте тогда укажем ноль. Вот, например, вот так вот. Опа. Да, верно. Короче, там не было его тени, оказывается. Так, сделай её счастливой. Как? Как я могу сделать тебе счастливой? А, вот так вот. Ладно, ребят, открываем другую игру. Следующая крутая игра, это у нас Join and Clash. И, кстати, мы здесь уже с вами подшли, ребятки, очень много миссий. Ключик. Ну, блин, здесь ключики, конечно, желательно не собирать, потому что эта игрушка немножко ключная. Когда мы собираем с вами три ключа, то потом надо просто её закрывать и заново открывать, потому что сундуки она не в состоянии открыть. Так, окей. Их, в принципе, меньше, чем наших, но, ребята, не сильнее. Ну, за счёт, конечно же, нашего героя мы, в принципе, их побеждаем без особых усилий. Да, мы молодцы. Зарабатываем ещё денежки, но денежек у нас здесь очень много. Мы можем прокачать здесь атаку-защиту, но я только атаку-защиту прокачиваю, я эти вот, в принципе, деньги не прокачиваю. Я считаю, что нет смысла их прокачивать, когда у тебя и так целая куча бабла. Ну, серьёзно, блин, я чё, врезался? Так, тут нужно было по-другому, наверное, играть, ребятки. Так, мы захватили с вами этого легионера мощного. Так, тут мы одного потеряли. Теперь давайте мы пойдём сюда. Вот ещё часть мы потеряли наших бойцов. Так, ааа, щиш, я ещё главного своего потерял, ребят. Вот, вот сейчас мне будет реально хана, потому что без главного вот этого вот босса я не уничтожу. О, смотрите, как он кромсает моих бойцов. Может быть, они всё-таки добьют его? Нет, ребят, к сожалению, не добьют. Не хватит у них силёночек. К сожалению, блин. А почему так-то вообще, а? Серьёзно, ну как так получилось, что я потерял своего главного бойца? Да, ладно, здесь, короче, карта уже поменялась, но босс остался, ребятки, прежним. То есть нам нужно будет и сейчас тоже уничтожить того же самого босяку. Так, мы это всё разбиваем. Главное сейчас не профукать моего героя, потому что герой... Я снова профукал героя второй раз! Вы издеваетесь, блин, серьёзно? Ну, ладно, сейчас, в принципе, у нас с вами хватит силёнок, ребят, чтобы разобраться с этим вот... С боссом, смотрите, всё, мы его отметили. Или он просто упал, рассыпался на эти вот молоточки. А с помощью этих молоточков мы с вами отстраиваем свою базу. Да, здесь не только нужно сражаться, но ещё базу отстраивать. Смотрите, ребят, что мы с вами здесь построим? А, мы только начинаем строить. Ну, прикольно. И ещё мы атакуем, смотрите, вражескую базу. Вот так мы её разбомбили. Я предлагаю тогда ещё, ребятки, отбиться. Это идёт как бы бонусная миссия. Ну, то есть она довольно-таки лёгкая, смотрите. Бам-бам. Так, теперь сюда вот шарик запускаем, сюда шарик. Так, если вдруг мы по кому-то не попадём, ничего страшного, ребят. Они при столкновении с нашей базой погибают. Так, теперь вот туда вот ещё. О, вот теперь в босса просто стреляем. Смотрите, раз, два и три. С три раза в него нужно попасть, и затем мы побеждаем. Следующая крутая игра это у нас Imposter Attack. Так, короче, ребят, вообще игра реально очень, очень прикольная. Смотрите, это первая миссия, она довольно-таки лёгкая. Но что мне не нравится в этих играх? Игровой процесс не сохраняется. Ну почему? Почему мы с вами, если заканчиваем на какой-то одной миссии... Например, я в прошлый раз закончил, по-моему, ребятки, на какой-то 15-й миссии. Почему мне заново нужно проходить это всё с нуля? Ну вот, серьёзно. Это вот реально мне не нравится. Так, мы с вами зарабатываем ещё монетки. Ммм, мы себе купили новый скинчик, по идее. Или чё? По-моему, что я себе новый скин купил. Я не понял, почему. Почему, ребятки, я его не одел, как бы, на голову? Может быть, мы просто его не экипировали? Потому что здесь такое, как в Роблоксе. Вы можете что-то купить, но это ещё нужно его экипировать. Эквипт, это называется. Мы заработали с вами ещё 200 монет. Вот наш скин. И что мы можем купить? Смотрите. Опа! Вот, смотрите, теперь мы реально похожи на Деда Мороза. Дальше шляпа. А, вот, наша шляпка. Смотрите, какая прикольная. Реально, мы такими забавными какими-то стали с вами. Смотрите. Ням. Этого мы съели. Теперь открыли дверь. И нам теперь нужно уничтожить следующего. Ампаст... Эмпастарика. Постарика. Не, не импостарика, а кроумейта. Да, потому что мы же с вами импостер. А они кроумейт. Ну, как-то так вроде. Окей. Следующая миссия. Тут уже два пацанчика бегают. Ничего себе. Ну, мы сейчас их догоним. Так вот. Ау. Так, теперь нажимаем сюда вот. Открываем дверку. Ну, давайте мы еще этого грохнем. Что-то он тут бегает, да? А, по идее, если мы хотя бы одного оставляем в живых, мы, скорее всего, дальше не можем пойти. Давайте сейчас мы это проверим. Мне кажется, что да. Окей. Вот смотрите. Тут у нас... Ой, сколько тут чувачков. Довольно-таки много здесь чувачков. А, можно сделать вот так вот. Хадыщ. Так, мы... О, все, мы выиграли, представляете? Так быстро. А, не-не-не-не, стоп, погодите. Не туда нажал. Нужно было нажать вот сюда вот. И все. Да, мы выполнили эту миссию. Погнали дальше. Выполним тогда еще одну миссию, да? Так, tap to continue. У нас уже 600 монеток. Давайте мы с вами open... Блин, open sudok сделаем. И, к сожалению, мы выбили не то, что надо. Так, это что такое? Фри? Ой. Что-то за бесплатно мы можем получить? А, нет. Какое-то бесплатно за видео. А дальше мы еще можем купить себе питомцев, ребят. Смотрите. Давайте мы себе купим вот такого вот питомца. Use. Так, все. Вот такой вот олень. И что этот олень может делать? Этот олень может прыгать. Воу, получи, распишись. Так, на, еще тебя грохнули. И... Так, а давайте мы сейчас его уничтожать не будем. Интересно, мы выиграли им или нет? Да, ребятки, мы выиграли, представляете? А сейчас мы с вами, ребятки, поиграем в Локи Крафт. Я очень давно в него не играл. Это, кстати, очень классный плагиат Майнкрафта. Итак, нам нужно с вами вспомнить, что же мы делали. Давайте я посмотрю на инвентарь и посмотрю. Давайте я посмотрю на инвентарь и посмотрю. Да, так классно сказал. Смотрим на инвентарь. Сейчас я вспомню, ребят, что же я собирался делать. Ну, по-моему, что я собирался крафтить себе кровать. Вол, это у нас шерстка. А нам нужно шерстки побольше. Нам нужно... Три шерстки. То есть, еще одну поймать. И потом можно, в принципе... Хотя курочки, я думаю, что тоже можно, ребятки, ловить. Потому что это же наше мясушко. Ммм, вкусненькое. Барашки, кстати, обитают где-то вот в такой вот местности, где много травы. Коровку я вижу, ребятки. Но коровка это тоже мясо, ребят. Давайте мы ее тоже грохнем с вами. В Майнкрафте, кстати, у коровок больше здоровья, чем здесь. А также, ребят, нам с вами нужно найти какой-то булыжник. Потому что, я так понимаю, что это только... Я второй раз, грубо говоря, загрузился в этой вот карте. Да, я загрузил новую карту. Посмотрите, какое замечательное местечко. А не сделать ли нам с вами здесь домик? Почему бы нет? Давайте мы тогда установим сюда вот верстачок. И мне нужно еще скрафтить себе лопаточку. Да, обязательно лопаточку. И давайте начинать копать, прокапываться. Возможно, мы с вами... Блин, зря, конечно, я эту лопатку скрафтил. Вот и мы, в принципе, с вами нашли, ребятки, булыжничек. Да, как бы недолго мы его с вами искали. Давайте я сейчас его добуду быстренько. Так, ну это по-любому булыжник, мне кажется. Давайте мы убедимся в этом. Так, это у нас... Чего? Погодите. Это что-то на булыжник не похоже. Почему это еще по-английски? Все написано по-английски. Блин, ну это мне не нравится, конечно же. Давайте мы добудем еще тогда два этих блока. И постараемся что-то скрафтить с него. Так, да, ребят, это все-таки булыжник. Отлично. Нам нужно с вами, знаете что, ребятки? Нам с вами нужны палки. Так, это что такое? Это... А, это рычаги, да? Это рычаги. Нам нужны палочки. А вот они, так все. Палочка. Теперь кирка. И можно, в принципе, дальше копать. Только уже, ребятки, используем не деревянную кирку, а каменную кирку. Я думаю, что мы тут, ребятки, можем с вами, в принципе, и заночевать, если что. Я думаю, что мы тут и уголек найдем. Можно дальше, в принципе, и железо, я думаю, искать здесь. Это будет своего рода как наш домик такой. Потом мы еще скрафтим себе, ребятки, обязательно... Так, но в принципе, не скоро. Потом мы себе скрафтим еще обязательно печку. И будем жарить мясушко. Так, и, короче, наш домик будет... Хотя, наверное... Где будет заканчиваться стена у нашего домика? Наверное, вот эта вот будет основная стена. Она будет, в принципе, у нас из... Из чего? Из блоков булыжника. Так, это я вижу, что это не булыжник, а тоже что-то другое. Хотя, блин, знаете, ребят, я... Я все-таки надеюсь, что мы найдем с вами уголек. Там, либо еще что-то. Потому что, ну, на одном булыжнике далеко не уедешь, как говорится. Так, это что такое? Да ладно! Ребят, мы с вами что, уже подножье скрафтили? Ничего себе, какие мы молодцы! Смотрите, уже хоть какая-то броня у нас есть. Тя-дям! Да, я вообще красавчик, если честно. Ладненько, ребятки, мы сохраняемся с вами на этом вот процессе. Продолжим играть в следующий раз. А сейчас мы с вами поиграем в Бравл Старс. Первая катка, это у нас будет Осада. Будем играть, ребятки, за Нани. Так, 3 на 3. Это получается, что с нами будет робот, да? Нам нужно будет болтики собирать. Или что? Что это такое? А, это, наверное, без болтов, да? Ладно. У нас, в принципе, неплохие такие союзники, ребятки, я хочу вам сказать. А хотя нет, это все-таки с болтами. Это все-таки с болтами. Так, и они забрали один болт. Ничего себе! Так, даже второй болт уже хочет забрать. Смотрите, ну мы его уничтожим, конечно же. Мы... Нет. Уничтожим. Два раза. Короче, нас она разбомбила, это розочка. Ну, на розу лучше, конечно, не нападать. Мы мощные, ребят, мы очень мощные. Но робот, походу, сейчас уже будет на их стороне, а не на нашей стороне. Так, это у нас кто? Что за боец? Да, все, робот пошел на нашу сторону. Так, ребят, давайте мы запустим ультой в него. Бам! Вот так вот еще мы его оттолкнем. Немножечко этого работеночка. Мы его быстренько покромсаем, ребят, я уверен. Очень быстро. Так, тут еще они сюда подошли. Ничего себе. Смотрите, как они выносят нашу базу. На 50% они ее разбомбили, и у них уже снова два болта. Да, это очень неудачная катка, ребятки, я хочу вам сказать. Безумно неудачная. Так, ну же, Эль Приму! Ну, чувак, ну если ты уже взял болт, то тащи уже его на нашу базу. Потому что, если ты не будешь его тащить на нашу базу, то тогда мы будем проигрывать постоянно. И все. Да, конечно, они, ребятки, посильнее. У них тяжи. У нас вот это вот вообще, я бы даже сказал, лоховской браулер. Ну, серьезно, да? Так, все, короче, робот повалил на нас, ребятки. Да, робот повалил. Ну, мы сейчас его остановим. Давай вот так вот, бам, чуть его оттолкнули. Своей ультой. Но нам, короче, здесь хана. Мы быстренько, ребятки, с вами проиграли. Да, ну, что мы быстренько робота раскромсали того. Да, ребят, очень быстро. Смотрите, за все время мы только одну банку можем взять, и все. Блин, ульту не успел выпустить. Но нам здесь, короче, хана, ребят. Но мы еще пока держимся, да? Мы еще пока держимся. Так, сдаваться просто так мы не будем. Нет, 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 спасибо. Пасибочки. Ну, смотрите, они все банки собирают. Вот, серьезно. Вот, я, наконец-то, хоть одну баночку взял. Отправляем нашу ульту. Она полетела. Так, как ультой управлять? Давай туда наверх, наверх, наверх. Наверх лети, блин. Угу, конечно. У них уже девять, ребятки. Девять банок, все. Последний робот, короче, отправляется на нас. И нам, ребята, будет хана. Вот, вот, серьезно. Мы этого наступления не переживем. Это однозначно. Ну, уже, давайте толкайте как-то этого робота. Задержите его. А, он даже не успел подойти, ребят. Представляете? Но все, время, время окончено. Они ни разу, мы, точнее, ни разу не ударили их базу. И поэтому у них сухая победа. Да, все, мы проиграли. Короче, нам просто, если честно, не повезло с союзниками. У них чижие одни были. Еще вот эта вот прикольная Эмбер. А у нас, короче, какая-то ерунда была. Ладно, ребят, давайте мы тогда сыграем в другой режим. Давайте мы сыграем одиночное столкновение. Кстати, тут у нас какое-то вознаграждение. Это большой ящик. В этом большом ящике у нас нету ничего. Давайте тогда еще сыграем одиночное столкновение. Тоже, в принципе, будем играть за этого бойца. Мне нравится Нани. И, кстати, вот в этой вот карте очень много баночек, ребятки. В этой вот карте, я сказал, карте. Так, дай-ка мне сюда. Вау, тут еще, смотрите, кто у нас. Брок. Брока мы можем замочить. Давай, давай, давай. Мы его грохнули. Так, отлично. И теперь можно заходить вот сюда, вот, ребятки. Так, заходим сюда. И, может быть, мы сейчас тоже еще кого-то вырубим. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. У него аж три баночки. Так, ладно. Ну, я думаю, что лучше, конечно, нам лутаться, ребятки. Лучше нам залутать еще пару баночек, чтобы быть немножечко помощнее. Правда, ну, согласитесь. Так, все, есть еще одна баночка наша. Так, теперь можно еще эту баночку забрать. Так. Ой-ой-ой-ой, ничего себе. Ну, мы, конечно, мощно валим, ребятки. Если мы бы в него пару раз попали, то ему было бы хана этому чувачку однозначно. Оп, опа, 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 опа. Давай еще разочек. Ну, куда ж ты бьешь? Я вообще не понял, почему он, почему он вот сюда вот стрелял, ребятки. Мне было непонятно. Не знаю, какой-то клюк это, наверное, был или что. Давайте тогда будем открывать другую игру. Это у нас Scary Teacher 3D, ребят. И давайте будем выполнять наше задание. Итак. The seats are in the basement. Нам, короче, нужно, ребятки, найти какое-то, какие-то семена. Какие-то семена чего-то. Basement это у нас... Это что, какая-то поливалка? Basement это у нас подвал. Я знаю, где находится подвал. Ребят, я специально оставил Scary Teacher на десерт, потому что, ну, тут, наверное, мы поиграем в нее подольше. Вот-вот игрушечку. Мне не нравится то, что после обновления, если вдруг вас ловят, то тогда, ребятки, вы проигрываете. Так, все. А, это... Это корм. Корм для птиц. Окей, дальше. The hat is on the statue. Дальше нам нужно найти какую-то шапку. The statue находится в Cultural Room. Так. Apply glue before placing seats. Короче, так, ну, клей нам тоже здесь понадобится. И еще одно задание. Так, glue is in the room. Так, ну, короче, клей мы нашли и так. Так, сейчас нам нужно найти какую-то статую. Нам нужно найти какую-то статую. Там есть какая-то шапка на той статуе. Нам нужно сначала приклеить ее клеем, а потом посыпать это все кормом. Ребят. Так, она находится... Она находится... Та статуя в скульптур... В скульптур... В скульптур комнате. Вот там она находится. И мы сейчас, ребятки, туда с вами направляемся. Училка у нас на кухне. Да. Сейчас, на данный момент... А нам нужен скульптур рум. Так, а где же это скульптур рум? Блин. Так, ну ладно, давайте зайдем тогда вот в эту вот комнатку. И посмотрим. Так. Тут никого нету. Училка пошла в подвал. Это очень хорошо, то, что она по подвалам лазает, ребятки. Так, это у нас мьюзик рум. Нам нужна другая... Вот она, вот она. Так, нам нужна шапочка. Нам нужно сделать, ребят, следующее. Вот так вот. Так, затем... Затем что мне нужно сделать? Затем нам нужно, наверное, сделать вот так вот. Сейчас нам, ребят, нужно с вами отправиться в джим-комнату. Отправляемся сюда. И там, короче, есть какие-то ботиночки. Так, вот тут у нас джим-комната. Вот эти вот ботиночки. Давайте еще раз прочитаем. Что нам нужно здесь сделать? Remove. Короче, нам нужно убрать вот эту вот штуку, походу. Так, ну что, мы убрали. А, стоп, смотрите, это верно. Так, и теперь что? Use paint to make fake grip. Так, paint in the sheet. Ой, нам нужно найти краски? Серьезно? А что такое sheet? Как оно переводится? Так, use paint to make fake grips. Короче, нам нужно использовать краску, чтобы покрасить вот это вот все дело. А мы можем, например, ее купить, эту краску? Так, давайте посмотрим. Paint, paint. Тут gloves. А вот, смотрите, paint. Да, конечно, мы можем это купить. Ребятки, покупаем. Доллар один стоит. Так, все, мы купили это все дело. И что теперь? Теперь нам нужно это как-то покрасить. Смотрите. Так я же... Так я же купил вот эту вот краску. В чем прикол? Почему я не могу покрасить? Я не понимаю, ребят. Я не понимаю, почему? Может, глюк какой-то? Ну, блин, если меня сейчас училка поймает... Все, мне хана. Мне нужно будет проходить все заново. То есть, убежать я от нее, ребятки, не могу. Вот, смотрите. Стоп. Стоим на месте, ребят. Она нас не видит. Она нас заметила. И подбегает такая к нам. Здрасте, здрасте, здрасте. Все, она меня поймала. И escape мы не можем, смотрите, сделать. Все. Failed. Короче, ребят. На этом свое видео я буду заканчивать. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексей. Всем удачи и пока.